Коллеги, друзья и знакомые с трудом сдерживают слезы. Церемония прощания проходит перед зданием журфака ЮФУ. Сюда каждый день на работу приходил доктор филологических наук, профессор, радиожурналист и краевед Владислав Смирнов. Мы узнали в тот же день от наших коллег, потому что кто-то кому-то позвонил. И вот так еще до того, как все это было опубликовано в СМИ, мы это уже знали. И, конечно, это было очень тяжело. Сложно поверить вообще в абсурдность такого сценария. С таким человеком просто сложно поверить. Не верится до сих пор. Резонансное ДТП произошло в субботу в 11 часов утра, когда на рынке в переулке крепостной было много людей. Пьяный сотрудник правительства области Валерий Будаев, двигаясь задним ходом от Горького к Пушкинской, начал сбивать на своем пути припаркованные машины. Затем чиновник выехал на тротуар и врезался в торговый павильон, внутри которого находился преподаватель ЮФУ Владислав Смирнов со своей женой. Они оба получили травмы различной степени тяжести. Скорая помощь доставила супругов в больницу, но профессора спасти не удалось. Владислав Смирнов не дожил до своего 75-летия двух месяцев. За свою жизнь он опубликовал больше двух тысяч научных, публицистических и художественных работ в газетах и журналах. Один из ведущих специалистов по радиожурналистике выпустил учебники и пособия в Москве, по которым учатся студенты не только России, но и некоторых стран СНГ. Также Владислав Смирнов издал 11 книг по истории Ростова и 20 сборников стихов, а его работы публиковались в Германии и США. Владислав Вячеславович один из таких очень видных преподавателей еще со старых времен. Работали мы с ним 45 лет, не всегда. Вот он закончил аспирантуру, защищал диссертацию кандидатскую, потом докторскую, ученую. Будаев от прохождения медицинского освидетельствования отказался. Следствие установило, он был пьян. Расследование ДТП, которое унесло жизнь профессора ЮФу Владислава Смирнова, губернатор взял под свой контроль. Сотрудника правительства, виновника аварии, тут же уволил. Факт того, что сотрудник одного из управлений оказался в этом состоянии, который отказался от медицинского освидетельствования, как я уже сказал, был в пьяном виде, это факт вопиющий. Слов трудно подобрать, поэтому расследование по этой теме должно быть по полной программе. Я его беру под собственный контроль. Отвечать Будаеву придется по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Екатерина Лободина, Станислав Аменко, Главные новости.